Время Один вопросик, только прав Лениных. Почему вы, должностные лица Армении, вчера заявляли, что придут война? Ложи провокации, спросите у них. Они вводят заплудение населения. И не было запланировано? Не было, это был обычный простой рабочий визит. А сейчас вы едете к Пашиняну на встречу, я правильно понимаю? Не комментирую, все, спасибо. Не комментируете? Спасибо. Не комментирую. Не будет осуществлен обмен пленными. Ложь и провокация, спросите у них. Они вводят заблуждение населения, отметил Мурадов. По его словам, ничего подобного не планировалось. Это был рабочий визит. Накануне армянские власти сообщили о том, что из Баку в Ереван направляется очередной самолет с группой военнопленных. Однако самолет прибыл в Ереван без военнопленных. При этом российская сторона еще до прибытия самолета не подтверждала обмен пленными. В то время, когда в Ереване ждали самолет с так называемыми военнопленными, министр иностранных дел Азербайджана Джейхум Байрамов во время совместной пресс-конференции с генсеком организации исламского сотрудничества сообщил, что вопрос с военнопленными уже решен и тема закрыта. Азербайджан продемонстрировал свою ответственную позицию и после заявления 10 ноября. После этой даты азербайджанская сторона передала Армении более 70 военнопленных, а Армения вернула 12 военнопленных. Вопрос, поднятый Арменией в настоящее время, возник примерно через месяц после 10 ноября. В результате провокации и размещения армянских военнослужащих на территориях, контролируемых вооруженными силами Азербайджана в соответствии с соглашением от 10 ноября, погибли 4 азербайджанских военнослужащих, а одно гражданское лицо получило ранение, сказал Байрамов. Министр подчихнул, что в результате операции, проведенной Азербайджаном, эта группа армянских военных была нейтрализована, а 62 человека задержаны. В результате расследования было установлено, что эти люди были размещены на территории Азербайджана 26 ноября. Почти все они из Ширакской области Армении. Они совершили преступление, подчихнул Байрамов.